Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Сегодня я буду продолжать говорить честность, качество победителя. Знаете, нелегко быть честным в наше время. И вообще, мне кажется, во все времена быть честным было нелегко. Но Бог, Он хочет, чтобы мы были честными, ты знаешь об этом. Потому что Бог, Он есть истина. А истина, как мы знаем, она делает нас свободными. Если истина противоположности лжи, значит истина делает нас свободными от лжи. Поэтому мы будем читать Слово Божье, чтобы видеть, познавать, какой же наш Бог и что Он от нас ожидает. Псалом 88, 15 «Правосудие и правота – основание престола Твоего». Вот давайте просто немножко подумаем, да? Какое основание у Бога? На чем основывается Господь, да? Здесь сказано, что основание Его власти, Его престола, Его правления – что? Правосудие и правота. «Милость и истина приходят пред лицом Твоим». То есть, что Господь всегда ожидает видеть? Милость и истину. В пророке Иеремии, 10 глава, 10 стих сказано, «А Господь Бог есть истина». Господь Бог, скажи вместе со мной, что есть? Истина. И поэтому для Бога так важно истина. И поэтому для дьявола важна что? Важна ложь. И знаете, сейчас многие верующие вообще не хотят ничего про дьявола слышать, ничего про грех не хотят слышать, да? Ничего про проклятие не хотят слышать, потому что это как-то режет слух, это как-то неприятно может быть. Дьявол, грех, проклятие – как-то все звучит очень неприятно. Но знаете, Иисус, когда Он говорил, Он не думал, приятно это или неприятно. Вы согласны с этим? Знаете, очень часто люди хотят угодить людям. Они хотят угодить. Но Слово Божие говорит, что мы, прежде всего, люди и служители, в первую очередь, призваны кому угодить? Мы призваны угодить Богу. А людям мы должны служить. Слышите меня? То есть мы угождаем Богу. А что Богу угождает? Богу угождает вера. Ему угождает честность. Аминь. Ему угождает истина. И этим, оказывается, мы служим людям. Но, знаете, людям не всегда приятно слышать правду. Вот скажите сами честно. Вот неприятно слышать правду. Но, знаете, нам много что неприятно. Нам и ложь неприятно слышать. Вам приятно, когда вас обманывают? Вам неприятно. Вам говорят правду, вам опять неприятно. Что же мы будем делать? Нам и то неприятно, нам это неприятно. Что нам делать в этой ситуации? Что вы выберете, что вы изберете? И Иисус говорит, почему вы меня не понимаете? Я что говорю на другом языке? Нет, я говорю на таком же языке, как и вы. Но Иисус говорит, что есть язык истины. Понимаете? Иисус показывает, что есть как бы две системы этого мира. Система Бога и система дьявола. Хотим мы того или не хотим, но это правда. Можешь сказать, что это правда? А Иисус называет его князем тьмы. В Ефесянам написано, что мироправитель тьмы века сего, князь этого мира. И это реальность, это есть. Он побежден, он просто сокрушен на голову. Вы знаете об этом в Библии. Но он все равно существует. И как он существует? Он существует в системе лжи. Он оперирует ложью. То есть его мир, мир дьявола, это мир лжи. И когда люди заквашены, будем так говорить, в системе мира, в системе лжи, для них ложь становится привычной. Вы замечали, что люди легко верят лжи? Замечали сами? Поэтому многие тоже врут. Говорят, а зачем правду говорить? Скажешь правду, не поверят. Соврешь, поверят. Наверное, каждый этот эксперимент проделывал, да? Или нет? Да, да, есть честные люди, хорошо. Итак, Иисус объясняет, Он открывает эту ситуацию, и Он говорит, почему так трудно понимать Иисуса? Почему так трудно слышать Его слова? И Он объясняет причины, почему. Потому что с грехопадением, с грехопадением ложь стала частью человечества. Понимаете? И Он говорит, источник лжи, да? Потому что люди иногда забывают, а кто источник лжи? Да, я как бы обманываю, я что-то говорю. Но кто источник? Кто, так сказать, прародитель лжи? От кого она родилась? Откуда она появилась, да? И Он говорит, источник. Вот Он, источник, пожалуйста. Это, говорит, дьявол. И Он его называет не просто дьявол, Он его называет человека-убийцей. Он его называет преступником, правда? Ведь убийца кто? Это преступник. Иисус говорит, что этот преступник захватил этот мир через что? Через ложь. Обманув, опять же, кого? Адама с Евой. Он начал с того, что он поставил под сомнение слова Бога. Помните, подлинно ли сказал Бог? То есть, Его первый посыл сразу же, что сделать? Внести ложь и заставить человека усомниться в Боге. То есть, переместить акценты. И Он говорит дальше, Иисус здесь говорит. Когда Он говорит ложь, говорит свое, ибо Он лжец и Отец лжи. Все верующие это знают. Кто-то не знает из верующих? Как говорил Иисус, кто Отец лжи? Все знают. Молчание – знак согласия, да? Все об этом знают. Давайте читать дальше. Это очень интересно. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Удивительный парадокс. Ложь принимается, в ложь верят. Иисус говорит, Я говорю истину, и Вы не верите Мне. Посмотрите, как извратилось, испортилось человечество, что оказывается самое трудное для людей – это верить в истину. Это поверить словам Иисуса, это поверить Слову Божьему. Насколько дьявол заразил людей этой ложью, когда он сказал подлинно, или сказал Бог. И вот люди, которые перед Иисусом, Он им говорит, а Я говорю истину, а Вы Мне не верите. Кто из вас обличит Меня в неправде? Иисус был уверен в своей правоте, правда? Он говорит, кто из вас может обличить Меня? Если же Я говорю истину, почему Вы не верите Мне? Он еще раз задает этот вопрос. Знаете, для Иисуса было очень трудно, наверное, понять, для Бога вообще трудно понять, почему люди выбирают верить в лжи. Почему так легко? И Он снова говорит, если Я говорю истину, почему Вы не верите Мне? Вы думаете, это просто так Иисус говорит? Просто так говорит ради, так сказать, красного словца? Нет, это беспокоит Его. Он переживает за людей. Он хочет им помочь, но они не способны Его услышать. Они не способны принять Его слова, потому что они не способны поверить. И Он говорит дальше, вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Понимаете, когда мы читаем Библию, мы как бы себе говорим, да, ну это должно быть все правда. Кто так себе говорит? Но когда ты читаешь Библию, у тебя возникает много вопросов. А правда ли это? А действительно ли это так? А почему я должен верить, что это так? У вас есть такие вопросы? Да, они всегда будут возникать. Они всегда будут появляться. Потому что та фраза, которую сказал дьявол еще много-много тысячи лет назад, он сказал, подлинно ли сказал Бог. И вот это семя лжи, оно заложено. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с истиной, этот вопрос возникает в нас. Подлинно ли сказал Бог? Действительно ли это правда? Почему это правда? И Иисус снова касается этого, и Он говорит, почему люди не верят Ему? Потому что грех, который пришел, он принес систему лжи. Вот интересно, если мы смотрим на Бога, Он есть истина, да? В Еремене написано, Бог есть истина. Вот то, что сотворил Господь как Творец, Он сотворил Вселенную, да? И вот интересно, Вселенная, звезды, планеты, знаете, она создана на истине. Как это объяснить? Она создана на истине. Потому что когда математики, ученые, они делают расчеты, они понимают, как это все работает. Понимаете, есть такое понятие точные науки, да? Точные науки, есть такое выражение? Это математика, это физика. И вот интересно, в математике нельзя обмануть. Ну как можно обмануть математики? Да, хотя я читал недавно, такое было заявление, что дважды два, не четыре, а пять. Понимаете? Почему? Потому что это очевидно. Это очевидно. Поэтому точные науки, они называются точными, потому что точно можно все увидеть, можно проверить, можно посчитать. И потому что то, что создал Господь, Он говорит, это очевидно, вы можете это посчитать. Мне было так интересно, что еще древние греки уже имели расчеты, какое расстояние до звезд, до Луны, до Солнца. Понимаете? То есть люди давно поняли, где есть точность там, где есть честность. И когда все это честно рассчитано, посчитано, тогда все становится понятным. Но враг делает для нас многие вещи непонятными. И поэтому люди во многих вещах, они сомневаются, они не верят, они не знают, они постоянно в каком-то смущении, в каком-то сомнении. Почему? Потому что враг не хочет, чтобы мы знали правду. Он не хочет, потому что написано, он не устоял в истине. Он не устоял в истине. Поэтому в истине нужно что, друзья? Ее нужно не только знать, в ней еще нужно устоять. Потому что вот раскачка истины постоянно, постоянно подлинно ли сказал так Бог, подлинно ли сказал он это. И он противник истины. Да, он противник Бога, мы знаем, дьявол это противник, он противник Бога и он противник истины. Поэтому когда мы сталкиваемся с Богом, в нас очень много противоречий, в нас очень много скептицизма, потому что мы не привыкли быть в истине. Почему нам нужно Слово Божье? Правда? Почему нам нужно Слово Божье? Писание говорит, что Иисус сказал, если пребудете, что в моем Слове, то вы можете познать истину. Аминь. А истина, в свою очередь, она сделает вас свободными. Многие люди хотят быть свободными здесь. О, мы хотим быть свободными от чего прежде всего? Но я никогда не слышал, что кто-то сказал, я хочу быть свободным от вранья. Больше всего я слышал, я хочу быть свободным от болезни, я хочу быть свободным от долгов, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень-очень редко, если можно услышать, я хочу быть свободным от вранья. Почему? Почему мы какие-то вещи говорим, я хочу быть свободным от этого, а какие-то вещи мы даже их и не замечаем, и даже не имеем их в виду, когда мы говорим, а чего ты хочешь, чтобы тебя Господь освободил? Я хочу, чтобы мы подумали, почему это даже нам на ум не приходит, потому что мы считаем, что ложь нас особо не беспокоит, нас беспокоит болезнь, нас беспокоит нехватка финансов, нас многие вещи беспокоят, но когда Иисус говорил, почему мы не понимаем его, он указал на причину, потому что в человеке столько лжи, что он даже не замечает ее, и поэтому он не видит в ней проблемы, и он не хочет от нее освободиться, поэтому когда нас спрашивают, от чего ты хочешь, что тебя Господь освободил, масса, масса, масса разных слов, но очень-очень редко можно сказать, Господь, освободи меня от лжи, вы согласны со мной или нет? Может быть, я это все придумал, вообще вас не касается? Давайте еще раз немножко вернемся к бытие, к Еве, вот смотрите, когда он сказал подлинно или сказал Бог, интересно, да? Вот, то есть, пришли определенные сомнения, мы говорим, да, нужно не только знать истину, нужно устоять в истине, и когда пришли вот эти сомнения, пришел другой взгляд, о, а действительно, может быть, это не так, То есть, дьявол предложил наличие другого, что, взгляда на ситуацию, Бог сказал, что нельзя, что вы умрете, дьявол говорит, нет, можно, вы не умрете Как это можно проверить было? Надо было попробовать, да? Потому что, если бы они не попробовали, они бы никогда не поняли, что это правда или неправда Понимаете, в чем отличается вера? Вера, она отличается, что мы верим в то, что сказал Бог Неверие говорит, я должен проверить, истинно ли сказал Бог, правда ли сказал Бог И когда он посеял в них сомнения, когда он показал, что есть альтернатива Богу, альтернатива Божьему Слову, но эту альтернативу вы должны проверить Вы не умрете, он говорит, ничего не произойдет, произойдет только хорошее, вы станете как Бог Но, когда они вкусили, ложь вошла в их жизнь Понимаете, что с этого момента человечество погрузилось в ложь, то есть с грехопадением оно погрузилось в ложь И сейчас ложью все пронизано, друзья, все пронизано ложью, и это так мало истины Поэтому не надо, наверное, нас убеждать, что истины мало, а лжи много Но что хочет Господь? Господь хочет, чтобы люди знали истину, правда? Потому что если мы не будем знать истину, мы не будем отличать, а где истина, а где ложь Часто приводят пример такой, да, когда люди в банке, например, они проверяют банкноты фальшивые или настоящие Их учат, да, долгое время учат, сначала они какие? Настоящие банкноты проверяют, проверяют И у них приходит навык отличать И когда попадается фальшивая, они сразу легко могут распознать, сказать, о, это фальшивая банкнота Почему? Потому что они долго, 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 что проверяли истинные Но когда человечество долго, 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 долго жило во лжи И вдруг приходит истина Им кажется, это неправда Им кажется, что это вот то правда, а это неправда Представляете, какой переворот в нашем сознании должен произойти Когда мы скажем, что, о, я уже научился понимать, что такое истина Я уже знаю, что такое истина Я различаю, где истина, а где ложь Думаете, нам это нужно или нам это не нужно? Вам это нужно или нет? Если нам это нужно, мы должны сказать, Господь, я хочу полюбить истину Потому что если мы не полюбим истину, мы не будем стремиться к истине Мы будем говорить, мне нужно исцеление, мне нужны финансы Но знаете, что интересно? Почему мы нездоровы? Почему у нас нет финансов? Мы не верим в обетование Божье А ведь Бог сказал, что вы исцелились моими ранами И мы никак не можем в это поверить Мы думаем, это невозможно Бог сказал, что я взял все проклятия Что вы семя Авраамова, что вы благословенные Представляете, почему в нас это не срабатывает? Потому что мы не отреклись от лжи И ложь до сих пор, она доминирует, влияет и управляет нами И когда мы кричим, Господи, я хочу быть свободным от болезни Я хочу быть свободным от нищеты и так далее, и так далее Мы не понимаем, почему мы не свободны И поэтому Иисус хочет донести до нас это понимание истины Почему нам нужна истина? Почему мы должны полюбить истину и вожелать истину? Потому что мы можем молиться, можем то, можем то Но пока в нас не произойдет это перевоплощение Это трансформация, это обновление Ложь будет доминировать И пока доминирует ложь, мы будем читать Библию И в нас будут звучать эти слова Иисуса Почему вы не верите моим словам? Почему вы не принимаете мои слова? Понимаете, почему это такая важная тема для всех нас? Если мы с этим не разберемся, мы не будем свободными от лжи Мы не полюбим истину И в результате мы не будем свободными От того, от чего мы должны быть свободными Видите, что есть определенная логика, определенное развитие Поэтому, когда мы об этом говорим Кто-то думает, мне это не надо Мне это неинтересно Я этого не хочу Я хочу быть здоровым Я хочу быть благословенным Мне нужен муж И так далее И все, знаете, эти вещи, которые мы впереди носим Как щит А он говорит А я хочу, чтобы вы познали истину Потому что, когда вы познаете истину Тогда придет свобода от лжи И вы будете иметь то, что я вам даю То, что я для вас приготовил Это ваше Поэтому дьявол не хочет, чтобы мы знали крест Чтобы мы не знали жертву Чтобы мы не знали слова Чтобы мы были во лжи Потому что легко обманывать ему, когда мы верим в лжи И он не сможет нас обмануть Если мы знаем истину Это стратегически важно, как мне кажется Вы знаете, в последнее время Вообще ложь, она настолько становится Я бы сказал, ну, какой-то глупой Беспардонной Какой-то вообще такой безумной Какой-то То есть нам врут везде Причем так врут, что, как говорится, вообще даже У меня нету слов, друзья У меня нету слов Когда я слышу, что будут миллионные города В Сибири, на Дальнем Востоке У меня нету слов Если бы я здесь не жил бы А жил бы где-нибудь там, в Майами Может быть, я бы и поверил Но когда я живу здесь Я знаю, что люди отсюда уезжают И вдруг здесь появятся По мановению волшебные палочки Мне кажется, зачем так врать? Зачем? Но некоторые говорят Ну, а что вы думаете? А вдруг будет? Да, вдруг, конечно, будет Через сколько лет только, я не знаю Я всегда вспоминаю Остапа Бендера, да? Помните, когда он проводил шахматный турнир в Васюках Он нарисовал им прекрасную картину будущего Там не только проходят матчи Международные, уже межгалактические шахматные турниры И, говорит, применуют в Нью-Васеки И столица будет там И то будет там И все сидят там Ну, там, бесподобно Крамеров Который сидит и смотрит на него И прям Вот это И все такие Ооо, вот это да! Вот это да! Нам смешно смотреть Со стороны Но когда мы В роли таких же людей Мы точно так же аплодируем И лжи И говорим Вот это да! Вот это да! Поэтому, друзья Ложь наступает Она не останавливается Посмотрите, что происходит в мире сейчас По гендерной принадлежности Что происходит с людьми? Уже мужчина говорит Я уже не мужчина А кто тебе сказал, что ты мужчина? Может быть, ты не мужчина? Как кажется, посмотри, ты все увидишь Мужчина ты или нет Уже доказательства Они присутствуют Но когда эта пуля попадает в голову Он вдруг начинает думать А может быть, я не мужчина? Я говорю Да действительно, какой ты мужчина? Ты посмотри У тебя ничего нет мужского То есть, настолько можно попасть в ложь И поверить лжи Что женщина думает, что она уже не женщина Мужчина думает, что он не мужчина И так далее И тому подобное И кажется, что Как можно поверить в такую глупость? Но верят же! Верят же в такую глупость Сделают операции Пришивают Отрезают Мне кажется, дьявол там просто падает со смеха Он валяется и смотрит Вот дурачки Вот люди-то Вот какие они, оказывается А Бог еще там что-то для них старается сделать А Он там то для них А Он там это для них А они Ему не верят до сих пор А мне верят Лжи верят Ложь принимают И делают Главное же, чтобы эта ложь исполнилась Всем известная нам притча о двух строителях Помните? Два строителя Один что делал? Один строил на камне А другой строил что? На песке Такая детская, казалось бы, история Но на самом деле Это очень глубокая история Потому что Это показатель двух систем Одна система это Божья Которая основана на истине На слове Божьем Да, Он углубился Он положил основание Скала, камень Да, откровения Можно много-много Да Другой Поверил, что можно сделать то же самое Но без правды Без истины И ложь Она, знаете, распространяется очень быстро Я читал, как один человек рассказывал Что провели исследование Научное исследование Там 10 лет люди потратили И они хотели выяснить Как быстрее воздействовать на человека Правда ли ложь Ну мне и так понятно Мы за что 10 лет они потратили Там они проверили Сколько там миллионов подписчиков Там несколько институтов И оказалось, да Ложь, она быстро расходится Ее легко берут Ее как бы Она всегда востребована А вот правда нет Вот она не востребована Вы думаете, почему правда не востребована? Потому что князь этого мира Не жаждет правды Не жаждет истины И поэтому системы настроены на ложь На ложь Когда он лжет, да Как говорит Иисус Он говорит свое Поэтому ложь, она быстро расходится Распространяется И так здесь два строителя Один долгостроем занимается А другой быстро все слепил, сделал Но Все, что построено не на истине Оно разваливается Друзья Оно разваливается Вы можете посмотреть в истории Долгосрочные примеры Какие-то империи Там Римская империя Вавилонская империя Советская империя Тоже ближе к нам так сказать но посмотрите они все развалились они все развалились почему потому что они были основаны не на истине они были основаны не на есть все что основано не на истине не на боге не на его слове не на его воле она все развалится она все развалится поэтому один был глупый а другой был мудрый вот выбираете да глупость и ложь они всегда идут вместе до пришли испытания истина она должна быть проверена вера должна быть проверена потому что вера испытанная написано она драгоценит золото и когда приходят какие-то ситуации до кит давление у нас вот до ближайшие что у нас было от пандемии вот она очень сильно просто проявила а верующих по всему миру вот я уже говорил но я недавно разговаривал да спас пастором из австралии который миссионером в токио и он говорит да эта картина не только здесь она везде то есть после пандемии даже там где ее и не было он там назвал определенные штаты в австралии там где почти люди не болели вообще но гриш то церкви уменьшились где-то минимум на 30 процентов понимаете то есть ложь который дьявол запускает даже где не было опасности где не было болезни люди поверили в эту ложь и согласились с ложью мне всегда любопытно когда я знаю люди которые ходят в магазины кафе там куда угодно на работу в общественном транспорте они не ходят церковь потому что в церкви они думают что именно здесь они заразятся кто им это рассказал да ну точно не иисус правда кто им это вбил в голову точно не господь и у них есть своя правда так сказать в кавычках они в это верят они верят что там они не заразятся а именно в доме божьем вот в доме божьем все заразы здесь вот все заразы здесь вот поэтому чтобы вот не заразиться именно сюда не надо ходить а ведь названо что что дом божий это столб и утверждение истины а мне кажется что люди боятся истины поэтому не идут потому что написано что дела и злы они тогда не хотят идти к свету удобнее где-то сидеть там под лампочкой под своей лампочкой под своим абажуром но не идти божьему свету я их не осуждаю мне просто за них страшно что люди верят в ложь называю себя праведниками от слова правда они до сих пор верят во что в ложь поэтому знаете это очень важная очень нужная притча который говорил иисус что на каком основании мы строим свою жизнь если на основании лжи у нас все развалится друзья она все рассыпется история доказывает это советский союз это те кто еще помнит вы сами помните как нам говорили что это союз нерушимый который навеки на века он будет стоять но мы свидетели как это все развалилось почему потому что было безбожие поэтому иисус ненавидит религиозную ложь он ненавидит и потом вы лицемеры религиозные вожди лидеры которые должны были стоять за истину они учат солдат врать поэтому самый центр всегда проповеди евангелия в первой церкви это была проповедь о воскресении иисуса и у нас здесь надо больше я добавлю но тогда присправляю что оно mélит религиозная ложь все вдоль и Продолжение следует...